Приветствую всех друзья! Сегодня хотелось бы поговорить об уникальном прецизионном станке, спроектированном и разработанном в 1950-х годах японским предпринимателем и владельцем компании Sakai Special Camera. Это был первым из линейки станков под названием Toya ML1 и предназначался для помощи в производстве боксовых камер. Тем не менее, он оказался настолько успешным, что он нашел готовый внутренний рынок, за которым последовали активные продажи за рубежом. Станок ML1 был восхитительно простой по конструкции, но с продуманным дизайном. Он имел длину 590 мм, ширину 260 мм, высоту 175 мм и весил около 15 кг, с высотой центра 50 мм и расстоянием между центрами 250 мм. Благодаря своей уникальной и невероятной простой конструкции, направляющих, расположенной по бокам станины, станок имел невероятную жесткость и точность. Закаленный и отшлифованный шпиндель, работающий на прецизионных шариковых дорожках, был расточен на 12 мм и имел необычный размер конуса Морзе в носовой части 1,5 мм. Конец шпинделя был образован не резьбой, а глухим концом, нарезанным для установки патронов и других приспособлений, закрепленных болтами, проходящими через их корпуса. Такое расположение обеспечивало идеальную точность и безопасность при движении в обратном направлении, но означало трудоемкую работу по замене фитингов. Для удержания цанги был предложен простой тип обжимного цангового держателя, в котором можно было вставлять стандартные цанговые зажимы метрической длины с отверстиями 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 и 10 мм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова